Чё, хочешь Би-Кью? На, держись. Держу. Купи телевизор Би-Кью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Друзья, всем привет. Сегодня у нас горячая тема, которая требует огласки. Армянские номера. До недавнего времени на общей дороге можно было встретить автомобили с подобными номерами. Почему люди покупают машины и ставят их на армянский учет? Здесь есть два ответа. Первый, самый главный. Не от хорошей жизни. Далеко не каждый человек может купить себе машину новую, заплатить за эту полную сумму. А купить автомобиль и поставить его на армянский учет, это было сделать дешевле. Про это мы снимали отдельные ролики. Кто-то покупал автомобиль и ставил на армянский учет для того, чтобы избежать наказания от штрафов с камер общего пользования. Но здесь важный момент, что все эти камеры фиксируют эти номера. И они попадают в группу нераспознанных номеров. То есть человек, вручную сотрудник, мог отследить машину. Когда вас останавливает гаишник, штрафы вам точно так же могли повесить. И вы за них будете платить. Но сегодня над ними нависла очень большая угроза. У некоторых людей машины начали просто-напросто изымать. Я не буду вводить вас в заблуждение. У нас сегодня есть юрист, который сейчас нам детально расскажет, что происходит. И как этому можно помочь. Давайте я вас с ним познакомлю и расскажем вам все последовательно. Друзья, знакомьтесь. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, до недавнего времени люди покупали автомобили. Прописан там человек в Москве, в Ульяновске, неважно где. Гражданство имеет российское. Может купить себе автомобиль, поставить его на учет в Армении. Передвигаться по нашей стране, не имея на это никаких законных проблем. Что произошло? Вся эта история с изъятием автомобилей и задержанием автомобилей, состоящих на армянском учете, началась с разъяснения начальника ГИБДД Российской Федерации от 29 июня 2020 года. В котором он... Это не приказ, хотелось бы отметить. Это рекомендация. В котором он разъясняет сотрудникам региональных, руководителям региональных подразделений ГИБДД, что автомобили под управлением граждан Российской Федерации, но состоящие на учете в Республике Армения, необходимо останавливаться, одним словом, проверять документы. И при отсутствии документов о таможенном оформлении, конкретно о временном возе, составляется протокол об административных правонарушениях по 12.1 КОАП и 12.3. Причем по 12.3, там со ссылкой на статью 27.12, автомобиль подлежит изъятию. То есть человек, покупая автомобиль, имел на это полное право, передвигается. Теперь вдруг его могут остановить, проверить. Документов, как я понимаю, этого у него нету. И могут у него автомобиль изъять. Дело в том, что вот что касается права передвигаться, Армения в 2014 году присоединилась к договору ЕАЭС и взяла на себя обязательства. Сначала ей было предоставлено возможность растамаживать автомобили по ставкам, которые действовали в Армении до присоединения. Ну, эти ставки действовали до начала 2020 года. Вместе с тем, Армения на себя взяла ответственность и обязательство не выпускать указанные автомобили за территорию Республики Армения. Причем для этого она обязалась продавать их, регистрировать эти автомобили только за гражданами, постоянно проживающими в Армении. По факту случилось следующее. Гражданин России, который даже никогда и не был в Армении, приезжает в Армению, ему выдается документ о том, что он прибывает по какому-то адресу. Временную регистрацию делает? Это даже не временная регистрация. Если перевести дословно, это справка о фактическом пребывании. После этого, на основании этого документа, за ним регистрируются автомобили, ему выдается аналог нашего российского ПТС, это бумажка А4 формат, где он указан в качестве собственника, и указывается адрес проживания там, в Республике Армения. Однако граждан, указанных российских, не предупреждали о том, что, ребята, при выезде с территории Республики Армения, вот этот документ фактически перестает действовать, потому что вы уже фактически не проживаете в Армении. И это действует с 2014 года? То есть это не вот вчера появилось? Нет, 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 это действует с 2014 года, и самое интересное, что при въезде на территорию Российской Федерации привъезжало 99,9% автомобилей именно через таможенный пункт Ларс в Осетии, абсолютно никакой гражданин Российской Федерации не был уведомлен, не был предупрежден о том, что он должен предоставить какие-либо еще документы. Ну, вообще-то это обязанность таможенных органов. На сегодняшний день сложилась такая ситуация. ГИБДД три года позволяло ездить этим автомобилям, три-четыре года ездить по территории Российской Федерации. Таможня пропустила 300 тысяч автомобилей через границу, не предъявляя никаких требований. Потом вдруг вспомнили об этом. Вспомнили, что, ребята, у нас есть такой пункт, у нас есть пункт 35-й договор, у нас пункт 40-й, и так далее, и так далее. И во всей вот этой истории, где виноваты фактически государственные органы двух стран, во всей этой истории крайне мы оказались именно владельцы автомобилей, граждане Российской Федерации. Так, я уточнил вашему инспектору ИАЗа, как вам ее забрать. Значит, в вашем случае, если вы документы не можете на ГОС в данном автомобиле предоставить, значит, приходите к вам в батальон, на Улучшенском, где есть поселок Рублева, вам стоит отметку, в протоколе, в котором я выдам копию, протокол задержания. И тут будет написано, что разрешено забрать ее только на эвакуаторе. Либо предоставьте документы о возе данного автомобиля на территорию РФ. Почему я сейчас-то не могу ее на эвакуаторе домой относиться? Потому что по данной статье он или задерживается, идет санкция, значит, 1,500 рублей, остранение вас от управления и задержание данного транспортного средства. Вы будете отказывать от копии, правильно понимаю? Да. Сейчас я принятых приглашу, и в их присутствии тогда зафиксируем факты вашего отказа. Я буду копию выдавать, и вы все равно отказываете, чтобы вот копии у вас были. А причиной вот самих этих рекомендаций в качестве причины приводится именно невозможность обеспечить неотвратимость наказания за административные правонарушения. Говорят человеческим языком, штрафы. Но есть сотни подтверждений тому, что эти штрафы регистрируются. У меня самого автомобиля на армянском учете. Я в любой момент могу подъехать на любой пост ГАИ и спросить. Ребята, проверьте, потому что у них так называемая база нерасползанных номеров. Лица, которые этого не делали, на границе имели большие проблемы. У меня был доверитель, который доехал до границы с тем, чтобы выехать. Позвонил, сказал, у меня 300 тысяч штрафов. Я оставляю машину и уезжаю в Армению за деньгами, чтобы оплатить штрафы. То есть обеспечить неотвратимость можно было. То есть что я ко мне, чем итоги нарушил? Давайте я... Вы мне что предъявите? Кум-2-2 право дорожного. Кум-2-2 право дорожного. Кум-2-2 право дорожного. О чем он говорит? Вы управляете ТЭС, не имея при себе документов, предусмотрен таможенным законодательством, таможенного союза. Таможенного союза. А какой должен быть документ? Таможенная декларация об измене. Какого? Ну, таможенная декларация. О чем она будет говорить? Таможенный ввоз транспортного средства. Я вам... Вы смотрите, вы тоже подписываете, и будете потом... Да, да, конечно. Не пугайте людей, не надо. Я не пугаю. Вот и не надо. Я вам просто говорю. Не надо рассказывать. Вы... Вы две зодики не хотите? Так что я нарушил. Я нарушил. Подойдите, я с людьми разберусь. Я хочу, чтобы понимание было. То есть, чтобы я понимал, да, с 2014 года это действует, вот эта поправка. При этом 6 лет продают машины, и все прекрасно понимают, что они продаются специально. Купил, уехал, ты эксплуатируешь. Передвигаясь по Москве, гаишник видит машины, едет останавливая. Ни какой реакции абсолютно стерпим. Он мог и оштрафовать. Штрафовали, я извиняюсь, у вас первый штрафовали за пленки. Вы давали, нам у моего автомобиля есть пропуск на служебное удостоверение на передвижение по Москве в период карантина. То есть, официально на госуслугах заинвестировано. Так, ага. Соответственно, передвигаясь, это ваша машина, вы останавливаете. Я, насколько знаю, там все документы соответствуют, что это ваш автомобиль, вам все соответствует. И тут вдруг происходит такой момент, что они посчитали, что не могут якобы штрафовать вилета. А вы не разбирались в вопросе, в чем сложно взять и внести армянские номера в базу, чтобы их можно было с камеры штрафовать? Пытались разобраться. Предыстория следующая. В ноябре прошлого года было распоряжение от одного из руководителей страны, именно направлено в ГАИ, в ГИБДД, с тем, чтобы обеспечить неотвратимость наказания именно в отношении автомобилей на иностранном учете. Были попытки создания базы автоматической. Чем они закончились? Ну, история умалчивает. Однако, судя по реакции, они закончились ничем. Или не получилось, или возникли другие проблемы. Я их озвучиваюсь, я даже не знаю, в чем проблема, скажем так. Но, во всяком случае, в автоматическом режиме, со слов сотрудников ГИБДД, отслеживать невозможно. Вместе с тем, близкие сотрудники ГИБДД, которые, скажем так, хотели бы остаться неизвестными, неоглашенными, они говорят, что такой автомобиль можно объявить в розыск, по камерам он отслеживается, он высвечивается фиолетовым цветом. То есть, сама база может отслеживать эти автомобили. Технические требования все могут. Технически это все возможно сделать. Вопрос. Хорошо, предположим, у вас есть вот этот автомобиль. Там, говорят, нужна дополнительная, скажем так, справка. Сколько стоит эту справку получить? То есть, какую процедуру нужно пройти? Ее невозможно получить, она не предусмотрена. Потому что, согласно договору и присоединению, согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, транспортные средства, зарегистрированные на территории государства-участниц ЕАЭС, не декларируются на территории России. Не только России, а вообще при пресечении границы. То есть, ты просто приехал, это пункт 5 статьи 260, ты приехал, пересек границу, все ты катаешься. Но сейчас нам пытаются забыть о том, что мы все-таки являемся членами ЕАЭС, и сотрудники ГАИ пытаются притянуть за уши к конецу о международном движении. Которое, ну, фактически ставя в одно и то же положение автомобиль на армянском учете, с тем же, если бы автомобиль был зарегистрирован в Танзании, в Кении и так далее. Для чего тогда создавался этот союз? Ну, тоже, ну, это не мой вопрос, я не политик. Но, во всяком случае, вот на сегодняшний день требования такие. То есть, ты приехал на территорию России с армянскими номерами, проездил год, ты обязан выехать. Но здесь другая проблема, у нас карантин. И выехать из России невозможно. То есть, огромное количество людей, у которых срок закончился именно во время карантина, они вообще оказались незаконны. То есть, сотрудник ГАИ говорит, мне неинтересно, вывози как хочешь, а границы закрыты, куда? А те, кто, например, еще не прошел срок, они могут передвигаться сейчас? Они, дело в том, что при остановке у них также требуются документы о временном ввозе. Вы мне пишете протокол или поставление? Нет, постановление по статье 12.3. Вы мне же должны сначала написать протокол. Вы же не доказали мою винуность, правильно? Которую я буду обжаловать дней здесь и дней на обжалование протокола. А? Я вас не слышу. Будет постановление протокола. Смотрите, я вам расскажу, будет постановление протокола. Протокол, значит, почему будет постановление протокола? Потому что нам достаточно того, что мы видим для рассмотрения данного правонарушения. А что вы видите? Я вижу то, что вы управляли данным транспортным средством, у вас, российского водительства, вы не имеете пресс-документы, которые основаны на таможне. Вы видели ответ официальный визит от таможни, что ВОЗ не оформляется в ВОЗ? Хорошо. Я видел еще официальный ответ, который говорит о том, что граждане России не могут управлять данными транспортными средствами. Ага. По 12.1? Нет. А по какой статье? 12.1. Да. 12.1, да. 12.1. Вот. Сейчас мы, в смысле, по язык, значит, по каждому протоколу знакомим полностью. Дадим вам копии по всему полностью материалу. В том числе потом, со своими постановлениями, статье 12.1, и с протоколом, который вы можете обрадовать в течение 10 дней. И при этом вы хотите выкуривать машину? Да. Машину выкурирована, соответственно, статье 20.1. Потому что, хотя, 12.3, часть 1, будет как раз в перечень статей, при которой вам прошло. Хорошо. Вы мне тогда, если уж вы наставите на постановление, а я наставлю на протоколе, напишите мне, пожалуйста, протокол. Мне нужно два листа, чтобы я писал объяснение протокола в дополнение. С вами что мы предоставим? Напишите на обещание. Хорошо. Спасибо. Остановили. Забрали машину. Хорошо. Ее забрали на штрафсанку. Я хочу забрать машину. Получается, я не смогу этого сделать? Потому что смешно что-то попросим. Фактически это невозможно. Требование ГАИ заключается в следующем. Вы растамаживаете автомобиль, причем доплачивая разницу, уплаченную уже в Армении. Что технически тоже, с пояснениями сотрудников таможни, я просто лично говорил с ребятами, само собой никто уклоняется от того, что письменно ответить. Но физически и технически невозможно осуществить доплату на территорию России. Если автомобиль впервые въехал на территорию Евразии через Армению, доплата должна осуществляться там. Для этого автомобиль надо гнать туда. Граница закрыта. Грузия откроется в лучшем случае в конце сентября. Граница через Грузию. Возить самолетами. Ну, машины-то покупались небогатыми людьми. Вот здесь я хочу просто себе даже ремарку внести. Вот на самом деле очень печально за всем этим наблюдать, потому что многие люди, прежде чем купить машину, изучали полностью. Все там документы для них было важно, чтобы они были правильно оформлены. Они покупали, приезжали. Гаишник тебя останавливает в центре Москвы. Ты показываешь документы, он говорит тебе, все, счастливого пути, езжай. Ты имеешь это полное право. В один день по какой-то причине просто людей взяли и сказали, все, теперь ваши машины памятники. Вот в прямом смысле слово памятник. Я знаю людей, которые говорят, да, я теперь никуда не могу поехать, потому что я боюсь, что мою машину могут забрать. Но я же ничего не нарушал. Я же проезжал, все границы пересекал. Все у меня по сто раз проверяли. И вот такая картина происходит. Давайте здесь подведем итог. Как можно на эту ситуацию вообще повлиять? Ну, вот по всей России, в телеграм-каналах и соцсетях появились уже группы сторонников, группы лиц, которые уже владеют такими автомобилями. И, значит, мы совместными усилиями, юристами по всей России составили обращение, адресованное, во-первых, в первую очередь президенту Российской Федерации, где мы излагаем свою позицию. Там не просто мольба о помощи, а именно изложение ситуации. Все абсолютно готовы платить налоги. Все абсолютно готовы платить штрафы. Абсолютно все. Однако, на сегодняшний день вот такая ситуация. Первая наша просьба, требование, это хотя бы в качестве превентивной меры, хотя бы приостановить эту историю. Хотя бы объявить мораторию и потом начать разбираться. Я не знаю, вы, наверное, видели видео в интернете, где женщина, мать 8 детей, 7 детей, рассказывают о том, что она просто по дороге к морю, ее просто остановили посередине дороги. И она не знает, что делать. И таких случаев очень много. Гонщиков на дорогих машинах с армянскими нами тоже очень много. Люди, которые пытаются уклониться от налогов за автомобиль с мотором 6,5, я там не знаю, 7,8 и другие страшные. Ну, они пострадают меньше всего, их единицы. Они порешают свои вопросы, а основные 300 тысяч человек это старые Альфарды, ну, старые как, они для России довольно-таки свежие, но это Альфарды, это семейный автомобиль. Это, я не знаю, какие-то большие мини-вены, ну, точно не тюнингованные Мерседесы, БМВ и так далее. Большинство это просто простые, скромные автомобили. Друзья, вот давайте поможем людям, все полезные ссылки на все, что они оформляли, мы обязательно оставляем в описании, вы можете перейти, особенно если вы являетесь владельцем такого автомобиля, поддержать. Если вы вдруг работаете где-то в администрациях, пожалуйста, обратите на это внимание, просто как минимум люди готовы платить все эти штрафы, они готовы встать на учет, ну, так помогите им, ну, не давайте им возможность такую, что человеку нужно куда-то ехать, там, по личным делам, в больницу, ну, куда угодно, а он не может это сделать, хотя под его окном стоит его автомобиль, за который он отдал деньги, и он это все совершал по закону, и вы же это все дело разрешали, машины катались, передвигались. Я надеюсь, ваша ситуация разрешится, мы по-честному, как автомобилисты, все вас поддержим, все прекрасно понимаем, эти машины, ну, действительно, богатые люди покупают вот такой маленький процент, в основном это обычные, простые люди. Друзья, люди покупают машины с армянскими номерами, ставят их на учет не от хорошей жизни, но на самом деле люди пытаются сэкономить, и они делают все по закону. Я знаю, что будут среди вас, к сожалению, те, кто скажут, а вот и не надо было покупать, а вот так вам и надо, не надо злорадствовать над чужими проблемами, над чужим горем, люди тратят деньги, последние деньги на автомобиле, хоть на чем-то передвигаться, покупают 10-15-летний автомобиль, а потом, в один прекрасный, скажем так, день, вот этот номер его просто можно взять и выкинуть, потому что машина стоит, и передвигаться на ней на сегодняшний день просто-напросто получается нельзя. Обязательно давайте поддержим ребят, оставляем все полезные ссылочки, как минимум поставьте лайк, нажмите поделиться, отправьте этот ролик любому вашему другу, надеюсь, эта ситуация разрешится в их пользу. В подобной ситуации мы все должны друг друга поддерживать, поэтому поставьте лайк, переходите в описание и поддерживайте людей в трудную ситуацию.